Привет, друзья! Снова у нас Volvo, F50, седьмой год, шестой или пятый, там без разницы. Перестала заводиться, или точнее зашла в аварийный режим. То есть при включении и зажигании у нас показывает, что блокирация иммобилайзера, и дальше ничего нельзя сделать. КОНЕЦ Значит, мы снимаем цем-блок, к цему надо подпаиваться, то есть по факту 4 проводка, плюс-минус ресет, вот к процессору, который не защищенный, это он секьюрит, вот этот самый первый. Дальше, ABS, система диагностики, значит, считываем все данные, которые надо завести в программе. И так же само считываем EPROM с блок управления двигателем. Итак, у нас показывается, что ABS ID is damaged, то есть система иммобилайзера битая, то есть заряд аккумулятора, то есть разрезился, или устарел, или с клеммами что-то не то, окисель. То есть все, что у нас дает потери и токов, у нас дает вот такие проблемки. Синхронизация полностью слетает с системой. Здесь блок управления двигателем стоит Seed Siemens, и сейчас делаем полную синхронизацию системы. Значит, синхронизация is damaged. После программирования все окей, стартер нам уже крутит, но проблема та, что вся трубочка солярочки пустая. Сейчас используем такой шприц, ну давай, подкачка. И вот должно уже появляться у нас топка. Во, как красиво пошла. Супер, да, все. Окей, то есть мы накачали фильтр. Сейчас должны по факту вставлять в стяжную трубку, и как-то его еще дальше бы прокачать, вообще было бы классно. Так, нашли прокачку. Качаем. С нашим шприцем. Вот, оказывается, на свой есть шанс на обратке подрубиться. И сейчас что-то явно здесь должен пойти уже при большом вакууме. Вот, тут уже шалярочка пошла. Да, уже наполняется система. Сейчас нам видно, процесс уже пошел. Вот, солярка пошла уже. Вот, уже наполняется насос. А то мы после иммобилайзера синхронизации и всего того, она по-любому не заводится. То есть, ну хотя уже стартер крутит, а завестись-то не заводится. Вот сейчас мы прокачаем всю эту систему. Да, тут вакуум я представляю конкретный. Уже протягивается. Вот сейчас уже, в принципе, можно пробовать, кстати, на пуск. Кстати, Епром мы залили в блок мотора через разъем ОБД. Так как сам моторник находится вот здесь, подарки, к нему там подобраться. Его надо открывать, чтобы Епром в БД считывать и заливать. А у нас технология по ОБД. Сейчас пробуем, значит, так. Включаем зажигание. Надо еще тут язык поменять, язык конкретный. Па. Ну, крутит, но пока что нету. Да, крутила, крутила, хорошо крутила. Но еще не завелся. Топка не отошла. Все же выбрали другой подход. Электрический насосик. Красиво. С обраткой. Через фильтрик уже все протягивает. Так как здесь, скажем так, прокачать эту систему, это действительно нелегко. То есть с электрическим насосиком намного проще это все сделать. Ну, короче, отмучились конкретно. Но так как раз воздушить вот этих вольвиков, как говорят люди, что действительно замена фильтра это просто что-то. Если система пустая, то действительно так и есть. Пока мы везде полностью все прокачали. И таким методом и таким, короче, нашли самый лучший способ. Это насос ставить между выходом с фильтра и подачей к уже насосу высокого давления ТНВД. Вот если между поставить электрический насосик, то он чувствительно справляется с этой темой. То есть, идем сейчас смотрим. То есть, получается, нам здесь надо было не только прошить иммобилайзер синхронизации делать, которая слетела, но и еще развоздушить систему. А сейчас полтычка. Все, машина заводится. Шикарно работает. Без проблем. Все окей. Так что на этом, друзья, все. Спасибо за просмотр. Удачи синхронизации. Бол-бол.